Неприятный повод для выступления, но ситуация вынуждает. Не надо быть юристом, чтобы говорить об уровне юстиции в Молдове. Достаточно здесь жить, работать и пытаться защищать свои права. Наверняка вы знаете, уважаемый министр юстиции, что свод закона в Хамурапи, вавилонского царя, составлял всего 282 статьи. Это был 1792-1750 годы до нашей эры. Но по описаниям порядка там было несравненно больше, чем ныне в Молдове. Сегодня ваши судьи при осуществлении правосудия игнорируют кодексы, руководствуются вашими наказаниями и своим субъективным мнением. У ПАС появилась странная манера во всех своих политических, экономических и юридических неудачах находить виновных. И не могут усвоить за правила, нести ответственность за свои провалы. Мы выражаем вотум недоверие министру юстиции Сергею Литвиненко, который говорит об одном, а на деле готовит подлые дела и фальшивые конкурсы по назначению ответственных лиц. Пресловутая реформа юстиции делается не во благо молдавского народа, а просто чтобы соответствовать требованиям европейских мнений. Насколько вы серьезно отнеслись к реформе, если нигде не публикуются проекты и научные изыскания, которые могут разъяснить, в чем суть и необходимость реформ, кроме заученных фраз, таких как «демократия», «честность», «свобода», «коррупция», от чистоты произношения которых гражданам легче не становится. На какой полке этажерки находятся отчеты народного адвоката по правам человека? Вы, наверное, прочитали последние из этих докладов и какие реальные рекомендации были исполнены. Люди в отчаянии, причем страдают прежде всего их социально-экономические права. По поводу взломов и сливов ваших переписок. Если честно, это, мягко сказать, неприятно, незаконно, но это уровень вашей власти. И то, что вылилось на всеобщее образование, это как минимум незамедлительная отставка и реакция правоохранительных органов на ваши незаконные действия. Если вы громко говорите о внедрении неподкупности, антикоррупции, то сами должны обладать такими качествами. У вас наплевательское отношение к законности, и вы не дали в этом усомниться, потому что второй раз по вам, как министру юстиции, выдвигается вотум недоверия. Вы проявили мастерские способности по избавлению от неугодных. Напомните методичку, по которой вы среди белого дня вывели генерального прокурора Стояногла, когда тот готов был озвучить важную информацию, и вы уже до инцидента налюбовались на фотографии камеры, в которую его должны были поместить. Это, по-вашему, называется справедливая юстиция? Напомнить, как вы поступаете с лидерами оппозиционных партий, членами их команд и недовольными правящей властью людьми? А эти постоянные и чрезвычайные положения, они не дают прозрачности и открытости решений, ценно закупаемые ресурсы и многое другое. Вы с вашим правительством сделали все для неподъемной цены на газ. Мы мерзнем. Вы допустили поднятие цен на все. Люди перебираются. Своим некомпетентным управлением и жалкими просьбами об экономии вы омрачили наши дома и ввели во тьму наши улицы. Своим беззаконием вы очернили нашу демократию. Понятно, что все покупается за деньги. Но где вы покупаете справедливость, что настолько возросла ее цена? Разве так сложно поступать честно с Родиной и ее обществом? Кто не дает вам поступать правдиво? Ведь все сосредоточено в руках партии ПАС. Все в ваших руках. Не будьте так жестоки и безразличны к своему народу. Ведь если нет справедливости в стране, то она рухнет. Если люди перестанут доверять государству и закону, то это государство перестанет быть таковым. Это будет место полного хаоса и несчастных людей третьего мира. Вы же готовитесь к вступлению к передовой Европейский Союз, где основным принципом является верховенство закона. Но многие из вас, и в первую очередь вы, министр Литвиненко, уклоняетесь юстиции, унижая права свободы и достоинства невинных граждан. Но недалек тот день, когда вам же понадобится справедливая юстиция и закон, который вы сегодня небрежно растаптываете. Если мы не избавим страну от вашего руководства и не защитим закон, мы не сможем отстоять наше государство. Поэтому вам надо уйти. Спасибо.